Несколько часов потребовалось правоохранительным органам, чтобы раскрыть жестокое убийство ребенка в Костроме. Сейчас оба подозреваемых в похищении и расправе над пятилетней девочкой задержаны. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается областной следственный комитет. Глава следкома России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Подробнее Мария Головкина. Трагедия маленькой Вероники всколыхнула весь город. У кинотеатра «Россия», где ребенка похитили, стихийный мемориал. С утра люди несут сюда цветы и игрушки. Многие накануне принимали участие в поиске малышки. Ориентировки полиция разослала около шести вечера. Самих ребенок пять лет. Вчера тоже принимали участие в поиске для всего города трагедия. Маленькая девочка, ничего не видно. Мы из поисково-спасательного отряда искали просто тоже. Нашли одни из первых. Поздно. Очень жалко, что поздно так старались. Надежды были. Разные сведения были, что может где-то бегает. В полицию о пропаже ребенка сообщила мама малышки. Она работает в концертном зале. Домывала кабинеты, когда ребенок попросилась на улицу. По словам женщины, выпустила дочку из виду буквально на минуты. Она попросилась постоять пять минут. Я говорю, ладно, хорошо. Я быстренько домыла, ведро поставила, тряпку помыла и побежала. Думала, она домой пошла. Она дорогу даться знает. Ее не было. Вот подошла опять к работе. И вот позвонила уже в полицию. На поиски пропавшего ребенка выехали более 500 сотрудников полиции и МЧС. Добровольцы отряда «Лиза-Алерт». Оперативники уголовного розыска отсматривали видео с камер видеонаблюдения, установленных поблизости. Почти сразу стало понятно. Ребенка похитили. Двое мужчин на руках унесли девочку в неизвестном направлении. Судя по кадрам, у преступников были свидетели. И сама девочка звала на помощь. Однако прохожие не обратили на это внимание. Личности подозреваемых сотрудники уголовного розыска установили менее чем за час. И задержали буквально в двух кварталах от места похищения. Один из задержанных, 24-летний молодой человек, в апреле 2021 года условно осужден за кражу и находится на испытательном сроке. Второй из задержанных, 45-летний мужчина, судим в 2017 году за половое сношение с лицом недостигшим 16-летнего возраста и незаконное распространение порнографических материалов. В марте 2021 года освобожден в мест лишения свободы. В отношении него по решению суда установлен административный надзор. Участковые, полномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска регулярно посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение установленных ограничений, проводили все контрольные мероприятия в полном объеме. Когда подозреваемых задержали, девочка уже была мертва. Ее обнаружили в одной из комнат общежития через дорогу от концертного зала. Преступники спрятали тело в спортивную сумку и намеревались избавиться от него этой же ночью. Ужасная трагедия произошла именно здесь, в этом общежитии Костромы. Сегодня здесь продолжают работать следователи и полицейские. А накануне, как только стало известно, что ребенок найден, у входа в общежитие собрались сотни костромичей. Люди требовали самого сурового наказания для преступников. Если бы я там был, я бы лег там сам за нее. Это ужасно, конечно. Это ужасно. Это не просто ужасно. Это страшно. Как жить в этом? Как с этим жить? Как сюда тебе заходить? Расследованием жестокого преступления занимаются следователи областного следственного комитета. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Задержанные уже дают признательные показания. Вот кадры первого допроса. Сейчас за что задержан? За убийство. За убийство кого? Девочки. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. И сегодня расследование страшного преступления взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Мария Головкина, Эдуард Еремин. Вести. Кострома.